Здравствуйте, меня зовут Любовь. Дорогие мои, я сейчас снимала видео о текущей ситуации. Я его пересмотрела, я сделала паузу, оно мне не понравилось. И опять там слишком медленно говорю, слишком подбираю слова и так далее. Ну, YouTube уже лишает оптимизации практически все мои видео, не оптимизации, а монетизации, потому что во многих видео я говорю о каких-то актуальных вещах, они уже совсем обалдели, они лишают монетизации даже тех видео, где я говорю об Италии, поэтому наплевать, если я не забуду, я скажу об этом позднее. У меня есть впечатление о том, что прямо сейчас происходит, и я хочу этими впечатлениями с вами поделиться и подбирать слова. Иногда, может быть, это уже излишнее, поэтому давайте я попробую говорить быстро, не подбирая слова, просто по впечатлениям о той ситуации, которая сейчас происходит вокруг нас. Если вы новости не читаете и вообще не понимаете, о чем я говорю, и почему я вдруг написала там в комментарии к последнему моему видео о распаковке, что, может быть, это будет последняя моя распаковка, то, вероятно, вы новости действительно не читаете, и, наверное, лучше уже не начинать. Валятся на нас с вами постоянно слева-справа о том, что Норвегия закрывает границы, Латвия закрывает границы, США закрывает границы, это какой-то пиздец. Все, значит, сейчас у нас закрывают границы, и сводки, 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 как с фронта, сколько умерло в этой стране, в этой стране и в этой стране. Я каюсь, я была, видимо, излишне оптимистична, когда снимала то вот самое первое видео о коронавирусе, после того, как я вернулась из Италии и посадила себя на рекомендованный карантин, очень мы так его соблюли дома сознательно и никуда не выходили и так далее. Что начинается? Начинается то, что напрямую все это начинает влиять на меня и на вас. Я тут оговорюсь, я, естественно, сейчас уношу за скобки смерти, сводки, страх, панику, которая связана именно с чем-то фатальным, страшным, с мы все умрем. Конечно, это и во мне уже поднимается, тем не менее, я молодая женщина относительно, да, мое ближайшее окружение тоже относительно молодо, и, скорее всего, от этого вируса мы не погибнем. Но на нашу жизнь это, конечно, тоже влияет. И мои впечатления, что произошло, например, сегодня с одной моей достаточно близкой знакомой. Она пошла в магазин, она пошла в магазин перекресток здесь, в Москве, и она увидела в этом магазине перекрестки пустые полки. Да, в других странах это уже происходило, уже не первую неделю, пустые полки. Они, правда, потом обратно наполнялись. Я думаю, что и здесь они, конечно, обратно наполнятся. Но, тем не менее, она ведь пустые полки, почему-то с яйцами. И куча у людей пожилого возраста, которые ходят и сметают эти яйца, и сметают еще кое-какие продукты. Гречки нет, опять же. Она набирает полную тележку, потому что очень тяжело не поддаться панике и понять или поверить в то, что нет, не будут эти пустые полки, они завтра же наполнятся чем-то новым. Она, значит, набирает тележку и стоит с этой тележкой на кассе. Но продукты там, там, знаете, не гречка, там те продукты, которые она обычно ест, и это такие довольно высокая ценовая категория. Короче, да, санитайзеров нет, естественно. И она выкладывает продукты на ленту, и продавщица спрашивает, а есть ли у вас карта? Она говорит, да, у меня есть карта перекрестка, давайте все продукты сейчас выложим, карту дам в конце. И она в наушниках и в шапке, потому что сегодня похолодало. И она чувствует, что сзади кто-то что-то бормочет. Ну, бормочет и бормочет, ладно, не очень слышно. А потом она чувствует физические толчки. Она оборачивается. Там стоит, давайте скажем так, бабушка в маске, которая пихает ее тележкой и матом бурчит себе под нос, а также на публику и на эту мою знакомую, и говорит, что ты, блядь, побыстрее бы, блядь, свою карту доставала, не надо было бы тут стоять столько. И пихает ее тележкой. Не ее тележку, а вот ее прям пихает тележкой, понимаете, чтобы та быстрее проходила, и бабушка бы быстрее побежала домой. Ну, что моя подруга, не робкого десятка, знакомая, совсем не такой цветочек, как я. Та ей говорит, бабушка, дура ты. Это ей отвечает, сама ты дура. И своей вот этой вот тележкой она пихает бабушкину. Ну, не так, чтобы в бабушку попасть, а так, чтобы обратно ее от себя отставить. Разворачивается и уходит. Вот что произошло буквально сегодня. Сегодня у нас воскресенье. Какое сегодня? Марта. По-моему, сегодня воскресенье, 15 марта. И бабушка в маске. Мне это знакомая рассказывает. Знаешь, говорит, и мне, конечно, даже как-то неловко, что я так агрессивно себя повела, но вы знаете, в некоторых случаях отвечать агрессии на агрессию это совсем неплохо. Это защита собственных границ. И говорит, я рада, что я сдержалась, и не сказала, что вот ты, бабусенька, ходишь в маске, и ты уже все вирусы там насобирала. Я вообще молчу о том, что мы все понимаем, кто самая уязвимая категория граждан сейчас, и что бабуся не только насобирала все вирусы на свою маску, вряд ли она нацепила ее на себя, потому что она больна и распространяет заразу, скорее всего, она это сделала, наоборот, для того, чтобы себя обезопасить. И вряд ли она 20 минут, каждый 20 минут меняет эту маску. Большое скопление пожилых людей, которые самая уязвимая категория граждан в связи с вирусом, который происходит. Что еще? Каждый день, каждые несколько часов, например, вчера мы читали о том, что та или иная страна закрыла границы. Вчера это была Норвегия, до этого это была Латвия. И я думаю, боже мой, месяц назад, если бы я прочла о том, что Норвегия закрывает границы в связи с ситуацией с коронавирусом, какова была бы общественная реакция в нашей стране и во всех других странах. Кроме Китая, наверное, реакция была бы такая. Это избыточная мера, это неадекватно, зачем сеть панику среди населения. Сейчас к этим новостям все относятся абсолютно как к должному. Ну, закрыла и закрыла, правильно сделала. Раньше надо было закрывать. Вот так сейчас читают люди эти новости. Норвегия закрывает границы, и я начинаю смотреть сериал, который называется «Эпидемия». Я помнила о существовании этого сериала. Это проект, кажется, ТНТ-Премьера и каких-то студий, которые связаны с ТНТ-Премьер. Вы можете посмотреть его на сервисе ТНТ-Премьер. Я помню, как они стартовали в конце прошлого года, поздней осенью, и последнюю серию они показывали в январе. И я помню, что меня он заинтересовал. Но я не люблю сериалы смотреть в час по чайной ложке. Я люблю прям сразу все. Я ждала, когда он выйдет полностью. Я помню, что было какое-то возмущение, когда появилась на ТНТ-Премьер одна из серий последних вроде бы, где было что-то о том, что правительство расстреливает людей. Она провисела буквально несколько часов, потом ее удалили, как-то перемонтировали. И что-то вообще сделали с концом этого сериала, что все были как-то озадачены, все возмущались и понимали, ну да, конечно, наше правительство контролирует, медиа в том числе, поэтому мы не смогли насладиться оригинальной версией. Потом ее как-то изменили, переписали, и вообще все стало очень странно. Я тогда это отметила. Я вообще обожаю фильмы-катастрофы, «Послезавтра», «Война миров Z». Очень люблю. И я с вожделением ждала выхода этого сериала. И я начала его сейчас смотреть, потому что кто-то вдруг мне о нем напомнил в моем любимом фейсбуке и сказал, что «Ой, ребята, вот я смотрела этот сериал там два месяца назад, он мне показался прикольным, а сейчас, конечно, волосы на голове шевелятся, когда я вспоминаю об этом сериале». Я начала его смотреть, у меня зашевелились волосы на голове, потому что это неплохие актерские работы, это качественно сделанный сериал в плане действительно хорошей работы, и операторская, неплохая, и на хорошее качество это все снято на хорошую качественную камеру. Актеры играют так, что ты им веришь, и он остросюжетный, там все время происходит что-то новое. Он крепко сделан, он вообще крутой, он крутой. И в связи с истерией, которую я наблюдаю вокруг себя и вокруг вас всех, дорогие мои, я, конечно, очень в этот сериал-то и залипла. Да залипла до такой степени, что у меня волосы не только на голове, а на бровях, на ресницах, во всех других местах стали шевелиться, потому что это, конечно, очень вставляет, и это дает заряд адреналина. И где-то на середине второй серии мая автора Аппл-Вен говорит, знаешь, чувак, давай, говорит, зайдем с тобой на сайт Утконоса и закажем продукты. Просто вот воду, ну то, что мы всегда заказываем, вот зайдем, закажем. Мы заходим на сайт Утконоса в полдвенадцатого ночи. Он очень плохо сгружается. И висит сообщение от службы поддержки, я открываю это сообщение, они говорят, наши дорогие покупатели, в связи с тем, что ситуация осложняется из-за большого потока заказов, мы предупреждаем вас о том, что срок доставки очень стал длинным, поэтому мы делаем все возможное, но будьте готовы к тому, что на следующее утро, как вы привыкли, вам никто ничего не провезет. А мы-то правда привыкли, мы все время там что-то заказываем. И мы стали чисто уже по приколу смотреть, есть ли санитайзеры. Санитайзеров нет. Ничего нет. И это будет вам смешно, наверное, но я, блядь, не могу не сказать об этом. Чувствительные отойдите от экрана, выключите. А кто вот девочки, те вот меня поймут. Девочки, мои дорогие, и вообще люди с чувствительной кожей во всех местах. Я вам когда распаковку снимала, какую-то зимнюю новогоднюю из утканувца, я вам показывала, вот туалетная бумага, вот хорошая мягкая. Я помню, что я там вырезала огромный кусок, потому что я оды пела этой туалетной бумаги. Потому что мне не нравится, когда туалетная бумага не мягкая. Это вот мои такие привычки. Я к тому, что все, как все вот влияет вообще глобально друг на друга. Закрытие границ, границы теперь только для грузов, но и для людей. Ну и с грузом возникают большие проблемы. Я, если не забуду, я вам об этом позднее расскажу. Туалетная бумага. До того, как мы все закрывали, случилась такая история, что та туалетная бумага, которую я вам там показывала, да, про туалетную бумагу будем говорить, а что делать? Весь мир про нее говорит, и я буду про нее говорить, вашу мать. Она, значит, это Зевы Джаст Ван, она испортилась. Что-то вдруг произошло, она продолжила стоить дороже всех туалетных бумаг, но она испортилась, и она стала очень такой грубой. грубой до того, что, знаете, я уже какое-то время на свете прожила, и я знаю свои предпочтения, и мне не надо, мне надо, чтобы она была мягкая. И я прям тогда помню, очень расстроилась, что суки-суки испортили, при этом еще деньги собрали, потому что люди стали покупать по старой памяти как бы хорошую, мягкую, а в итоге оказалось, что она стала, знаете, как что, там такого вот отзыва были, вот тоже люди пишут отзывы, и там был такой отзыв, что она теперь стала, как какая-то задубелая бумажка, которая вся была смочена, потом высохла, и теперь этим пользоваться просто невозможно, потому что она стала очень жесткая, и знаете, неприятные последствия для кожи имеются. Вы поймете, понимаете, о чем я говорю? Я думаю, вот суки какие, действительно, нам тоже приехала потом заказа такая же жесткая, она стала такая, правда, задубелая, и стала как кухонное полотенце, как, ну, или там, не знаю, как советская газета, которую жопу вытирали. В общем, я не люблю советскую газету, никогда не любила, с детства у меня отвращение к этому всему, и я для этого вот, нежная кожа у меня, а беды у меня нет, а вот беды это очень хорошо, вот если бы у меня было беды, вообще я была бы счастлива, а беды у меня нет, а никуда поставить, а потому что вообще, короче, будет возможность когда-нибудь, дай бог все кончится, купить квартиру, у меня там будет большая ванная, хорошая, я поставлю себе беды. Так вот, я нашла себе другую, которая, Клинокс, которая сделана в Швейцарии, и она тоже мягкая, и она еще дороже, чем эта сраная Зева Джаст Ван, потому что Зева Джаст Ван изготавливается в России, а то в Швейцарии делают. И ее немало, ее немало не было, санитайзеров и сроки поставки. Короче, сегодня утром, я напомню, мы отсидели карантин, мы никого не ходим, не заражаем. Если мы и были носителями, то бессимптомными, и мы уже выздоровели. Сегодня утром, мой любимый человек, идет в спортклуб, и ему там говорят, что спортклуб поставит тепловизоры, будет измерять температуру, и будет блокировать пропускной браслет для тех посетителей, у кого температура выше 37. Я думаю, что скоро закроют нахрен этот спортклуб, хотя я не знаю, я не знаю, у меня такое впечатление складывается, что не будут закрывать ничего. Вот в школах сейчас в Москве, внимание, в Москве, введено свободное посещение, и только рекомендации для частных школ и частных детских садов закрыться. Хотя и те не закрываются, я читаю сообщения от каких-то наших друзей, знакомых, напрямую мы общаемся, что они приходят в частный детский садик и говорят, мы больше не будем водить ребенка, потому, что мы боимся заразиться, не потому, что именно боимся коронавирусом, а потому, что просто взрыв урвенную, коронавирус в том числе. Мы не будем пока ходить, потому, что мы уже устали болеть. Мы и так уже болели-болели, и мы уже устали болеть. Так вот, и что? Им там рассказывают воспитатели, заведующие, вы что? Мы соблюдаем все меры безопасности, вы не заразитесь, мы заставляем детей иметь руки, и все дезинфицировать. И знаете, что? Я даже не знаю, какой путь правильный. Тот, который избрала пока, либо до 22 апреля, когда у нас будет голосование, либо до 9 мая, когда должна быть тишь до глади, до Божьей благодати наша с вами страна, любимая. Либо тот какой-то вот серединный путь, который сейчас мы наблюдаем в Великобритании, что мы, да, мы понимаем, что нам придется принять более радикальные меры по изоляции населения. И мы пока только рекомендуем и полностью не закрываем школы, потому что мы понимаем, что сразу людям это будет принять тяжело, и мы хотим распластать пик эпидемии, мы хотим, чтобы у нации был приобретен иммунитет, естественно, и после того, как все симптомно-бессимптомно переболеют, да, пожилые люди, самоизолируйтесь, но мы не хотим останавливать полностью нашу страну, как это сделали другие наши иностранные коллеги в других странах. Либо нам надо быть как Испания, как Италия, как Китай и полностью изолироваться вообще всем и ходить только в продуктовые магазины, в которых тоже сегодня что происходит с этими вот пустыми полками и пустыми яйцами. Так, я сейчас прервусь и продолжу. Шибануло меня вот вообще конкретно вчера после этого сериала. Посмотрите этот сериал, он называется Эпидемия, ТНТ Премьер, вы можете купить подписку или где-то поискать в интернете, может, вы его там найдете, на не очень таких, знаете, добросовестных сайтах. Там есть несколько крышесносных сцен, от которых кровь в жилах стынет. Вот, и пошли мы, значит, в утконос после этого. и сегодня возвращаясь из спортклуба, моя вторая половина зашла в магазин. Также это и полки, я не знаю, зачем пенсионеры эти яйца свои нечастные все скупают, чего они с ними делают в таких количествах, я не понимаю. То ли они их замораживают, то ли они их варят, то ли они хлеб из них пекут, я не знаю, зачем у них столько яиц. Но это, видимо, как с туалетной бумагой тоже. Так как моя вторая половина в том числе иногда бывает еще и в городах, которые находятся, скажем так, золотое кольцо России, вот эти вот города, потому что это нужно для работы, то заедет в магазины там и интересно, какая там ситуация с яйцами и полками. Я подозреваю, что там как-то все гораздо спокойнее. Например, в какой-нибудь глобус заехать где-нибудь, по дороге в Нижний Новгород, вот там вот где-то. Может быть, там еще осталась моя туалетная бумага, по которой я, извините меня, да, страдаю. Потому что, когда рушится наш привычный уклад жизни, это не может быть не тревожным. Почему еще, опять же, выносим за скобки тех, кто в зоне риска, да, 65 плюс, там 60, особенно, кстати, мужчины, там, в два раза меньше примерно. Если я не вру вам сейчас, вы сами, пожалуйста, идите, читайте статистику, вот то, что я запомнила, я вам рассказываю. Для женщин это менее фатально, для женщин это почему-то менее смертельно. Мужчина 65 плюс, вот кто в огромной зоне риска находится. Женщины, конечно, тоже погибают, но мужчины это что-то очень такое объемное, к сожалению, в контексте смертей. Так вот, если мы все это вносим за скобки и говорим просто про людей, которые нормально перенесут этот вирус, либо бессимптомно, либо как, как это влияет на них? На тех, кто работает, на тех, кто платит налоги, на тех, кто формирует бюджет государств, в общем, которые закрывают границы, которые не пускают никуда людей, с которыми, с правительствами этих стран самолеты вынуждены не летать. Я не знаю, досчитаемся ли мы всех авиакомпаний или каких-то не досчитаемся, когда и если все это пойдет на спад. Ну что я думаю, например, вот моя распаковка. Почему с такой ностальгической печалью я вчера выложила, ни хера вы ее не смотрите, ну и ладно. Не смотрите вы ее, потому что, видимо, у вас голова другим занята, я понимаю. Так вот, пока границы закрыты для людей, но не для грузов. Как Трамп сказал, only people, not cargo. Груз, бизнесы, все это пока циркулирует между странами. Ну, например, что происходит? Кому война, кому мать родна, естественно, так происходит всегда. И, например, опять же, наши итальянские коллеги, которые вот есть, вот это вот большое производство, один из заводов в Италии находится. Для того, чтобы транспортировать из страны в страну, из Италии в Россию, из Италии в Румынию, еще куда-то, куда они там продают то, что они производят, готовую продукцию, либо как-то построить логистику с материалами, которые нужны для того, чтобы изготовить эту готовую продукцию. нужны, естественно, траки, грузовики, машины. Если раньше по какому-то одному очень понятному и такому, господи, привычному маршруту для этой компании, туда-сюда, там регулярно ездят эти грузовики, стоимость одной машины в один конец здесь забрать, туда доставить была 700 евро, то в конце прошлой недели стоимость этого грузовика стала 2700 евро. Понимаете, да? Как все дорожает? Дороже доставка, дороже себестоимость, дороже продажа конечному клиенту. И так будет совсем, когда пока это не кончится. Это в конечном итоге все бьет, по кому? По нам это все бьет в конечном итоге. Сумерки сгущаются, ну, уж как есть. Видите вы меня, чуть потемнее, вот она я, твоя роковая ошибка. Короче, и распаковка что? Пока заводы работают, пока грузы туда-сюда циркулируют, даже если с новым курсом, да, мы как-то немножко привстанем с колен, на которые мы обратно упали. Я не говорю про какие-то поездки сейчас, вообще об этом невозможно. Кто говорил, что я паникую, что я слишком эмоционально? Мне кажется, я была еще очень спокойна, даже может быть слишком спокойна. Я и сейчас еще относительно спокойна. Так вот, допустим, немножечко будет денег на помадку раз в месяц. Она будет стоить гораздо дороже, потому что будет гораздо дороже привезти ее оттуда сюда. Но вы понимаете, что и грузы могут перестать циркулировать. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я очень надеюсь на здравомыслие тех, кто у власти, в чьей власти закрыть эти границы, в чьей власти закрыть производство. Ну, например, возьмем Италию, опять же. Очевидно, что туристический бизнес не просто на коленях, он закопан сейчас в могилу. Надеюсь, он восстанет. Но пока он закопан в могилу. И остается вот это опять же, опять же, северная часть, где производство находится, северная часть Италии, где очень много производств, которое тоже приносит много денег в стране. И, например, на примере вот этой итальянской, например, на примере, извините меня, на примере этой итальянской компании мы видим, что им не закрывают производство. Оно функционирует. У этой компании ведь не только она производит вот эти вот детали, с которыми мы имеем дело, она производит еще и много другого, то, что вообще это касается еды, это касается совсем других еще вещей, то есть производств много, оно не одно, и они по всему миру разбросаны, эти заводы, этой компании. И пока никто не говорил закрывайте производство. А если будет закрыто производство, ну, если будет закрыто производство, то мы тут будем очень плакать, конечно, вот конкретно мы. но, допустим, это не коснется Италии, да, и вот конкретно этих, но это же цепочка все. Одни производят, я не знаю, шестеренку, которую они продают куда-нибудь в LG или Samsung, которую эту шестеренку вставляют в свою стиральную машину, какой-нибудь, блядь, ну, из чего они там состоят? Это же огромное количество компонентов, которые покупаются у разных поставщиков. и если хоть один из этих поставщиков перестанет доставлять этот компонент, то будет не очень хорошо, можно будет найти другого поставщика, а если нет? И у нас исчезнут с вами в итоге стиральные машины. То же самое с моей любимой косметикой. Где производится та косметика, которая мне нравится? Германия, Италия, Франция, США, вот эти все страны, Швейцария. И вы понимаете, что кто-то работает из дома, а кто-то идет на этот завод, садится там, не знаю как, обрызганный всеми дезинфицирующими этими препаратами, какими только можно, в шапочке, в маске, в очках, и сидит, делает мне румяна, как это назывались, эти жванши прекрасные, Garden Edition 2020, делает мне туши, делает мне лаки. И вы понимаете, что если ситуация будет еще более критична, то все эти заводы, все эти производства будут закрыты. То есть мы будем иметь просто какой-то коллапс. Я надеюсь, что до этого не найдет. Я надеюсь, что мир адаптируется, и очень быстро это надо делать. И если этот вирус поражает людей 65+, то надо себе признаться в том, что кто должен быть изолирован в пике или при начале только попал кривая вверх, что увеличение заболеваемости, повышение смертности, они должны быть изолированы в первую очередь, а не те, кто могут это перенести без симптома, а не те, кто просто переболеют этим, как легким ОРВИ. Сейчас всех закрыли, потому что заражены уже все, это уже перешло любые масштабы, все уже поздно было предпринимать эти меры и изолировать именно тех, для кого это наиболее опасно. Это, конечно, все страшно звучит, это все как тоталитаризм какой-то жучайший, не авторитаризм, а тоталитаризм. Но что делать, если мы хотим спасти своих дедушек, бабушек, в первую очередь, кто должен не шляться по магазинам и не скупать эти яйца, это они, они должны сейчас сидеть. Для их же безопасности это ужасно, это тоталитарно звучит, но что делать? На нашу систему здравоохранения я вообще не рассчитываю. Я думаю, я говорила вам и на стриме о том, что, конечно, масштабы скрываются, конечно, у нас далеко не так много всех тестируется, но я вот сейчас подписана на канал врача-реаниматолога, которая русская, но она, видимо, давным-давно живет в Италии, и у нее там подтвержденное образование, она врач-реаниматолог, и она рассказывает когда может о том, что происходит непосредственно в больницах, в миланских больницах и еще каких-то, потому что она ездит между ними и делится опытом своим, который у нее есть. Я вам ссылку на этот канал оставлю, зовут ее Анна, кажется, Кузнецова, либо не Кузнецова, но точно Анна. И она рассказывает о том, что происходит. Вот я вам ссылку-то на нее и оставлю. И, конечно, она рассказывает в основном опять же о пожилых людях, о том, что это мужчины. Она говорит о том, что аппаратов ИВЛ не хватает. Она не первая это говорит, это уже общеизвестный факт, к сожалению. Так вот, о том, чтобы их хватало, видимо, надо было изолировать, но кто же знал, но кто же знал. Почему я говорю об изоляции именно этой категории? Потому что те, кто способны перенести это легко, и там в большинстве случаев перенесут это легко, они должны дальше ходить на работу, работать, летать на самолетах, чтобы мир не останавливался, чтобы на наших глазах не рушилась глобализация. Сейчас уже это поздно делать, но я, повторяю, я не эксперт, я вообще никто, я просто читаю новости так же, как и вы. У меня тоже есть какие-то мысли, может, они вам покажутся какими-то здравыми. Если нет, отписывайтесь, уходите, не надо мне ничего писать, пожалуйста, или хотите, пишите, я вас все равно забаню. Понимаю, тема такая, у всех крышу рвет. Так вот, но если вдруг, я надеюсь, что будет спад, хотя Всемирная организация здравоохранения говорит, что не надейтесь ни на какой спад, ничего у вас там к лету лучше-то не станет, я надеюсь, что все-таки станет. Мы все на это надеемся. Но что, если осенью начнется то же самое? И для того, чтобы осенью не началось то же самое или при первых признаках, нужно будет спасать тех, на ком это хуже всего сказывается, а весь другой мир должен дальше продолжать работать. Для того, чтобы, извините меня, работали эти заводы, которые производят те же самые аппараты, и выл. Можно ли вообще быть к такому готовым? Как вы думаете, я не знаю. Сначала кажется, что, конечно, можно было, хотя бы в том плане, что наша система в мире, вообще в развитых странах, в самых странах обеспеченных, такова, что все оптимизировано. Оптимизировано до такой степени, что в большинстве случаев врач тебе говорит, иди пей процетамол, бопрофен, и жди, пока самой пройдет. И часто проходит, но не всегда. Мы все знали и слышали эти истории, во-первых, о том, как дорого здравоохранение в США, что для того, чтобы прийти на какой-то прием к врачу, ты должен заплатить несколько сотен долларов, либо у тебя должна быть хорошая страховка, лучше дорогая, но даже если она у тебя есть, она далеко не все расходы возьмет на себя, и в итоге ты эту страховку все равно не сможешь использовать полностью для покрытия медицинских расходов, и скорее всего тебе придется что-то доплатить, но меньше, чем если бы у тебя ее вообще не было, и в итоге очень такие обширные слои населения там вообще к врачам не ходят, потому что у них нет на это денег, либо у них огромные счета за медицинское обслуживание, и они просто не в состоянии их выплатить. В Европе, в России ситуация, конечно, мягче, но все тоже оптимизировано, как здесь, так и в США, для того, чтобы попасть на прием к русскому специалисту, если это у них даже если по страховке, у нас, если бесплатно, там и в Европе, если бесплатно, там в Европе тоже есть частные страховки, добровольные, но там другая система действует, насколько я помню, она, государство все-таки берет на себя большую роль в охране здоровья граждан, так вот, ты для того, чтобы попасть на прием здесь уже бесплатно, должен ждать там от нескольких недель или неделю до нескольких месяцев, чтобы попасть к какому-то узкому специалисту, если это не какая-то мегаэкстренная история, но почему она стала мегаэкстренной, потому что, либо ты попал в ДТП, тогда ты мегаэкстренно, конечно, попадаешь к тому, кому надо, либо у тебя все так запущено, потому что ты сам не шел, или потому что тебя пытался лечить, условно говоря, вот твой семейный врач, это педиатр, к педиатру ты попадаешь вроде относительно быстро, но к любым узким специалистам ты так быстро не попадешь. Все это оптимизировано, и почему ты долго не можешь попасть на прием к узкому специалисту, потому что их мало, потому что они оптимизированы, потому что государство и системы здравоохранения решили, что их не нужно так много, зачем, ведь большинству народа, населения не нужно. В итоге мы имеем, что не хватает реаниматологов в этой ситуации, когда всем нужна реанимация, ну не всем, но очень вдруг большому количеству людей нужна реанимация, не хватает того, не хватает медсестер, потому что они все тоже оптимизированы, потому что здоровье это бизнес. И я считаю, что вот это вот большая проблема, потому что здоровье не должно быть бизнесом. Люди платят налоги, они платят и в США, и в Европе, и в России, люди платят налоги. И очень как-то мало, видимо, денег государство направляет из-за этих налогов на систему здравоохранения, я имею в виду, и обучение специалистов, я имею в виду, и врачи узкого профиля, и широкого профиля врачей, тоже я имею в виду. Очень мало государство направляет деньги в эти сферы, и в итоге мы видим, что получается. Когда вот так вот ебнуло, недостаточно врачей, и не только врачей, недостаточно мест в больницах, потому что все тоже оптимизировано, потому что это бизнес, потому что это хорошо, вот этот вот бесконечный поток очень быстро, полторы минуты, и все, давай, до свидания, полтора дня после операции, давай, иди отсюда. В какой-то степени прекрасно, если действительно ситуация не критичная, ну и не надо человека в больнице держать, пусть дома лечится. Если она не критичная, хорошо, но когда она стала критичной, вдруг мне стало не хватать ни аппаратов, ни коек, ничего, потому что все оптимизировано. И я думаю, я не знаю, я надеюсь, что когда это закончится, государство мира как-то пересмотрит всю эту историю. Вот, например, я смотрела вчера, по-моему, репортаж, съемку с какого-то заседания правительственного в США, где женщина прекрасная взяла лист бумаги, и она разговаривает с кем-то, кто, видимо, ответственный или там одной из лиц, принимающих решения, с кем она общается, американской системы здравоохранения. И она на бумажке пишет ему список, сколько стоит вот это, сколько стоит вот такой анализ, вот такой анализ, вот такой анализ, и сколько стоит вызвать скорую в США. Так вот, вызов скорой в США стоит 1113 долларов, примерно так она сказала, или 1150 долларов. Короче, 1000 долларов точно плюс-минус там 100 долларов. Для чего она ему показала этот список? Она сказала, для того, чтобы протестировать человека здесь, на коронавирус, у которого уже симптомы, которые кричат о том, что это, скорее всего, коронавирус, что он носитель, и он может заразить сейчас вот эти вот 65 плюс, и разнести это вот так вот вокруг себя, и это обязательно кто-то заразит 65 плюс. Она говорит, вот для того, чтобы взять анализ у этого человека, почему скорая, потому что ему нельзя покидать пределы своего дома, ему надо самоизолироваться, чтобы вот в этой вот ситуации, до которой все дошло, не заражать кучу людей вокруг себя, даже, короче, ему надо вот этот вот список сделать анализы, и ему надо вызвать скорую, чтобы приехала скорая и взяла в него этот анализ. И она говорит, вот смотрите, больше, чем 1000 долларов это будет стоить для одного человека, а если это мама, папа, дочь и сын, обычная семья, вы понимаете, что им нужно будет около 4000 долларов заплатить, а то и 5, для того, чтобы просто сделать тест на коронавирус. Как вы думаете, будут ли семьи идти на это? Будут ли люди платить потом 4000 долларов, просто потому, что к ним приехали и взяли у них анализ? Вы же, говорит, понимаете, что нет? И на протяжении 5 или там 7 минут она на него давит. И говорит, вы готовы сейчас прямо сказать, что вы сделаете этот тест бесплатно? Вы готовы? Он отвечает, ну, мы рассмотрим, мы предпринимем всё самое необходимое для того, чтобы это стало возможным, она говорит, эпидемия уже сейчас в мере пандемии. Вы прямо сейчас готовы сказать, что этот тест будет бесплатен для населения? В итоге он говорит, да. Но я не знаю дальше, куда делось, денется ли и будет ли это его да, на самом деле, быть да в реальной жизни, а не на этом заседании. Она его, конечно, уделала, но в этой проблеме и так все прекрасно знают в США о том, что у них очень дорогая медицина и что огромное количество людей не может себе позволить оплачивать эти медицинские счета. И всё, опять же, оптимизировано. Вот в данной конкретной ситуации с другой стороны, если бы этот вирус не поражал лёгкие, если бы он давал осложнение, например, на сердце или давал бы осложнение на почке, была бы вся та же самая история, только здесь бы не аппараты ИВЛ вступили, а вступили бы аппараты, которые поддерживают жизнедеятельность почечной системы, например. Так что готовым к этому быть нельзя, но если бы было достаточно врачей, достаточно коек, какое-то более оперативное реагирование, в Китае ведь очень долго всё как-то развивалось, но как-то правительство других стран смотрело, конечно, смотрело, но было понятно, как бы этот вирус поражает, было понятно, что проще изолировать прямо их сейчас, чтобы вот ничего бы такого не было, но, видимо, пока не ёбнет, никто ничего делать-то и не будет. Вот так. Сейчас уйду и вернусь к вам. Про утконос я вам, короче, не рассказала. Ну, тут такая ситуация, как говорит Лукашенко, за яйца схватишься, молоко пропадает. Мой любимый человек пошёл сегодня в магазин, купил там, в общем, что-то, и мы решили в утконосе заказать тоже что-то там и вообще посмотреть, сколько дней доставки. Это будет интересный эксперимент. Вот смотрите, сегодня воскресенье. Обычно, как мы привыкли это делать? Мы заказываем в любой день, на следующий день они привозят. В основном всегда всё есть в наличии. Что произошло сегодня? Он приходит с продуктами чуть больше, чем обычно. Ну, потому что мы тоже живые люди, нам тоже страшно, знаете. Особенно после этого фильма адапа в этой эпидемии замечательные, но тем не менее. Замороженные смеси, консервы, которые я иногда ем, это сетра, по-моему, называется, курица, там, индейка, паштеты, огурцы, опять же, эти, в банках курицу купили, а заморозили тоже. Хорошо, что у нас новый холодильник. Туда достаточно много влезает в морозилку. Так вот. И говорит, ладно, давай посмотрим. Да, на кассе схватил санитайзер. Случайно просто кем-то несметенный. Санитайзер, сколько здесь у нас? Сантель, вот самый простой, 50 миллилитров, гель для рук. Знаете, сколько стоит? 140 рублей, блядь. Это как грузовик, который стоил 700 евро, сейчас 2000 с чем-то. Так вот, вот эта штука, которая в мирной жизни рублей 40 стоила, сейчас стоит 140 рублей, и вы ее хуй где найдете. Понимаете? Схватил, увидел, схватил. Ну, чтобы было. Ну, а что, блядь? Ну, а что нам делать? Ну, да, потому что мы вообще-то обычно всегда этим пользуемся. Ну, обычно-то мы правда с собой это таскаем. Я вот еще, знаете, думала по поводу санитайзера. Вот думаю, я дура. Вот я, когда свои эти румяна в Сифаре заказывала, у них же там еще Сифара делала кучу санитайзеров, тоже каких-то относительно недорогих. Ну, что там, глицеринный спирт. И я думаю, во, я помню, как я видела вот прям в интернет-магазине линии, линии, линии на странице с этими санитайзерами. А я зашла сейчас в Сифару вчера ночью, а не было. Никаких этих санитайзеров там не было. Может, что-то поменялось, может, наполнили полки. Может быть, надо в Сифару сходить, если мы вообще успеем, если, ну, это потом. Будут ли здесь закрываться магазины или нет, это мы с вами посмотрим. Мне вся эта паника, блядь, не нравится. Мне все эти пустые полки с яйцами не нравятся. Я ничего не хочу закупать. Я хочу вот закупать вот как обычно. У меня сложилось такое впечатление, что после того, как в Москве сказали, что посещение школ по желанию, что после того, как нам стали показывать немного другие цифры заразившихся коронавирусом, эти цифры выше, чем там две недели назад, когда их было сколько, семь человек, после того, как другие страны закрывают границы, все люди начинают читать интернет. Я не знаю, о чем сейчас говорят по телевизору, я его не смотрю, но, видимо, что-то говорят уже, потому что пенсионеры все как-то очень активизировались. У меня сложилось сегодня такое впечатление, может быть, я не права, что все пенсионеры скупили все магазины, вот эти вот перекрестки, например, причем, что интересно, картошка там есть, потому что у пенсионеров есть картошка, потому что у них есть огороды. Они скупают почему-то яйца, гречку, рис, вот это вот все. После того, как люди посмотрели на это, в магазинах ничего нет, они пошли в интернет-магазин делать заказ. Ну, в общем, мы тоже сегодня пошли в интернет-магазин делать заказ. Короче, в воскресенье доставка на пятницу, то есть почти неделя, пять дней сейчас для того, чтобы доставить на пятницу. Я обычно всегда онлайн расплачиваюсь картой, они очень быстро, если что-то не довезут, возвращают обратно. Один раз в Новый год они привезли три позиции из 15, но это был Новый год, а сейчас чего они привезут, я не знаю, поэтому я онлайн-карты не расплатилась. Я не знаю, как долго они вдруг возьмут этот срок возврата, справятся ли вообще их службы со всем этим валом, который сейчас на них обрушился. Я не хочу в этом во всем принимать участие, но мне тоже еда нужна, понимаете, какая-то вот обычная еда, типичная, которую я раз в неделю заказывала. И мне очень интересно, я вам скажу, что они привезут мне через пять дней, и будет ли это вообще полный список, или это будет три позиции из того, что мы заказали. А это обычные вещи, которые мы обычно заказываем. И даже если я вам там через пять дней скажу, да, они привезли, и это было все, то что еще через пять дней будет, мы не знаем. И вот эта вот фигня с санитайзерами, это безобразие просто. Если это, блядь, реально, вот жизненно необходимая вещь. У нас регулируются цены на водку в стране в нашей. Водка вот дешевле, вот есть какая-то дешевая водка, и вот эта вот цена, она всегда держится. Регулируются цены на табачные изделия, регулируются цены на хлеб какой-то самый простой. Я считаю, что все страны, сука, должны регулировать цены вот на это. Вот на это цены государственные, по крайней мере, в этот период должны регулироваться. И этого везде должно быть достаточно. И я не думаю, что огромное государство, типа той же огромное в плане финансовых возможностей, в плане того, что они очень развитые, не могут взять и регулировать цены на сраный санитайзер, потому что это то, что действительно нужно. Действительно это нужно сейчас. И вообще довести до этого всего можно было, ведь не доводить до этого всего, можно было говорить, мойте руки, эти 65+, сидите дома. Да, все бы не послушались, но кто-то бы послушался. И может быть, не было бы такой истерики, какую мы сейчас вообще с вами наблюдаем. И знаете, что еще по поводу России? Человек, с которым я довольно близко общаюсь, это было в октябре где-то. Вот эта женщина, она поехала с дочерью в октябре в Австрию, она вернулась и стала кашлять, кашляла, кашляла, кашляла. Я с ней довольно часто встречаюсь, и она говорит, ты знаешь, когда-то тогда, ну я спрашивала ее о здоровье, она говорит, ну я боюсь, что у меня уже пневмония. Она приехала из Австрии в конце ноября, в начале декабря, у нее была пневмония. Я тоже как-то очень странно болела после общения с ней, кстати, у меня был какой-то странный кашель, я тогда, помню, делала флюорографию, все было нормально, но это очень было странненько. Потом я читаю кучу случаев вот этим людям, я не знаю, верить или нет, ну типа как нормальные люди во всяких этих сообществах, там знаете, для мам, там это для женщин, вот эти вот фейсбучные, что все вообще болели какими-то пневмониями и какими-то странными легочными этими. Я думаю, что уже тогда этот вирус циркулировал, я думаю, что уже много тогда, может быть, я не права, вот это вот вообще все конспирология, я не люблю конспирологию, ну вот, а что мне делать? Ну вот поговорю об этом с вами. Потом есть канал Факовкин, у него тоже была пневмония, да, я его смотрю, интересный канал, хороший канал, хороший парень, такой очень своеобразный, конечно, это вам не бьюти-блогер, но он мне нравится, особенно там одно его последнее видео, где он рассказывает, кстати, про свою пневмонию, про коронавирус, он там рассказывает про свою сотрудницу, которая из Китая приехала, посмотрите тоже, это довольно любопытно, вот там одно из последних видео, прям очень так хронологично рассказывает, что с ним происходило, у него была тоже пневмония, приехала эта сотрудница из Китая, когда там вся эта ерунда, весь этот ужас с коронавирусом начался, и он заболел потом тоже, и у него была пневмония, и его лечили антибиотиками, да, это антибиотиками не лечится, но может быть он излечился сам, например, потому что он молодой, он сильный парень, и организм справился с вирусом и элиминировал его, просто, кто знает, то есть вот слухи такие, что это здесь уже давно, а сейчас, так как, конечно, вал уже этих переносчиков, конечно, все ездили в Европу и обратно, и это уже вот это было, весь февраль ездили, до середины марта, вот до прошлой недели все ездили, ну, конечно, его здесь до хрена, и если бы у меня были какие-то престарелые, там, значимые для меня люди, я бы сама сейчас с ними не общалась, потому что я-то как бы общаюсь с людьми, да, я тоже могу быть переносчиком, или я вообще была бы, была переносчиком, когда я приехала сюда, да, я бы их посадила дома и даже не общалась бы с ними, вы знаете, на всякий случай, потому что в нашу систему здравоохранения, вот если все будет вот так же экстренно, как это было так экстренно, как в Италии, да, вот до такого состояния, я в нашу систему здравоохранения не верю, а в Москве может быть, да, какие-то вот эти показушные больницы, в коммунарке, но я в это тоже слабо верю, аппаратов ИВЛ новых вдруг по щелчку пальца не появится, а вот в регионах, вот там вообще, вспомните лето, которое было 10 лет назад, 2020 года, месяц вообще никто ничего не делал в Москве здесь, вся Москва задыхалась, никто ничего не делал вообще, ну горят и горят, ну смог и смог, ну под 40 температура, ну под 40 температура, а вот тогда очень много людей умерло, гробов не хватало, чтобы их хранить, вы, конечно, наверное, что-то об этом слышали, вы хоть какое-то возмущение помните по этому поводу, потому что люди с низким иммунитетом, с сопутствующими легочными заболеваниями или какими-то другими не выдерживали вот это вот всё, и погибали, и погибших было очень-очень много, и об этом, ну не то, чтобы никто не говорил, но по телевизору-то точно, и ничего, нормально, я думаю, что у нас здесь будет так же, ничего, нормально, если люди начнут погибать, а мы не знаем, может быть, они уже погибают в таких количествах, то это будет инфаркт, инсульт, просто какая-то пневмония, но не коронавирус, нет, нет, ни в коем случае. Последнее, о чём я, наверное, сегодня скажу, это две вещи. Первое, меня очень умиляет YouTube тем, что он снимает монетизацию со всех видео, где говорится о текущем состоянии вообще, моём, вашем, мира в связи с коронавирусом. Всё это лишено монетизации. У меня даже лишена монетизации, лишено монетизации видео, где я рассказываю мои последние впечатления об Италии. В названии там нет ничего про коронавирус, но там есть просто о том, что я желаю Италии здоровья и так далее. Сначала там монетизация была, сейчас её там больше нет с сегодняшнего дня, потому что они, видимо, какие-то слова ловят. Это очень смешная политика, когда в мире происходит то, что происходит. И политика рекламодателей тоже смешная, потому что рекламодатели, например, в такие видео могли бы вставлять рекламу санитайзеров, например, и производить их, в больших количествах, например, но нет. Либо, как моя вторая половина сегодня высказалась, ты говоришь, дурочка. Я говорю, почему я дурочка? Потому что ты понимаешь, что да, тебя может никто не смотрит, но у кого-то, кто говорит на эту тему, смотрят очень много, и Ютуб говорит ему, что он снял монетизацию, а на самом деле, конечно, монетизация там есть, но Ютуб не хочет платить столько авторам, сколько эти видео сейчас собирают, просмотров. Поэтому просто монетизации будут лишены все такие видео, Ютуб с рекламодателями деньги соберёт, а авторам эти деньги не отдаст. Ну и я не знаю тоже. Это просто предположение моей второй половины, и я считаю, что Ютуб вряд ли так себя будет вести. Я считаю, что на самом деле причина в том, что Ютуб себя ведёт так, что, о боже, этого нет. Не надо поощрять людей, чтобы они снимали видео на эту тему. Мало ли что там происходит в мире. У нас вот есть Ютуб, у нас вот есть Гуголь, у нас вот всё хорошо, сердечки, лайки, DIY, как съесть яйцо, которого больше не купить в магазине и не подперхнуться, а яйцо надо съесть целиком. Ну вы понимаете, о чём я говорю. Вот. И вторая вещь такая, или третья? Вторая, третья. Я очень вспомнила и хотела вам прочитать рассказ Людмилы Петрушевской, который называется «Гигиена». Я помню, я в детстве зачитывалась как не в себя. Это как раз про такой мир, который мы видим в этом рассказе после того, как наступил апокалипсис. Он прекрасно написан, Петрушевская, замечательная писательница, одна из моих любимейших писательниц, я её очень люблю. Когда я сказала, что я в этом честному видео прочитаю рассказы Гигиена, и опять же моя вторая половина «Голос разума» сказал, «Голос разума» вот что мне сказал, «Ты не боишься, что тебе страйк кинут?» И я стала поверхностно так искать информацию, да, мне могут кинуть страйк, поэтому я не буду вам его читать, если хотите, читайте сами. Потому что издательство есть, которое наверняка до сих пор издают какие-то сборники рассказов Петрушевской, и Петрушевская, если я вот сейчас сказала «Улицкая», я собрала Петрушевская, Людмила Петрушевская его написала. Я не хочу очень много монтировать, поэтому я вот так живой, как на стриме. Так вот, читайте его сами, я бы очень хотела вам его прочитать, но есть издательства, которые до сих пор издают, вероятно, в сборниках этот ее рассказ, и они мне могут кинуть страйк за нарушение авторских прав. Я не хочу за этот страйк получить, поэтому извините, я уже вообще лишена монетизацией, но так как канал мой маленький, нет этой монетизации, денег никаких не получаю практически, не знаю, когда там вообще, когда наберут 100 долларов, никогда, никогда я их не выведу, но вот. Вот так, поэтому читать я вам его не буду, к сожалению. И еще, я не обещаю, но напишите мне или лайк поставьте, кстати, ставьте мне лайки, пожалуйста, я вас очень прошу, потому что менять, поощряять, снимать дальше и ловить вдохновение. Подписывайтесь на Инстаграм, на канал, ставьте лайки, пожалуйста. Так вот, напишите мне или лайк поставьте, хотите ли выстрим в четверг. Ну, если вам просто нравится быть среди меня, а мне среди вас, вам нравится меня слушать, задать мне какие-то вопросы, и вероятно, мы опять с вами будем обсуждать текущие события, хотите ли вы стрим, например, вечером в четверг, вот так же в 8 вечера по московскому времени стрим. Я не обещаю, но вполне возможно, что я его сделаю. Все, я вас целую, пока.